Дальше говорит он здесь, что еще необходимо, что человек отказывается от видения своего права, своего права в общении, в поклонении Аллаху Субхану Ва Тааля. То есть, человек делает какие-то деяния благие и чувствует в душе, что он имеет право на награду, что Аллах обязан ему. Вот этого не должно быть, этого не должно быть, потому что твое общение, твое служение Аллаху Субхану Ва Тааля должно быть просто, что поклонением, служением, с ощущением твоей полной нужды в Аллаху Субхану Ва Тааля, с полным смирением перед Аллахом. Если же человек видит, что ему должны, что Аллах ему должен, то тогда его отношения с Аллаху Субхану Ва Тааля портятся, они становятся ущербными. Тогда есть опасность, что он получит от Аллаха ненависть. Кто-то скажет, а как же Аллах Субхану Ва Тааля говорит, что он обязуется, что обязанностью Аллаха по отношению к верующим является наградить их и ввести их в рай. Это же сам Аллах Субхану Ва Тааля говорит, и в хадисах об этом сказано. Между тем, что сказано было, этим нет противоречия. Потому что то, о чем сказано в аятах и хадисах, это то, что Аллах Субхану Ва Тааля сам обязался, сам на себя возложил эту обязанность по своей щедрости, по своей милости, по своей доброте наградить и оказать почесть тем, которые поклоняются ему. Не потому, что он обязан на самом деле, не потому, что они заслуживают этого, который поклоняется ему на самом деле, и что у них есть право над Аллахом на самом деле. Нет, Аллах Субхану Ва Тааля, он сам вменил это себе в обязанность, сам сделал для себя это обязательным, сам обязался сделать это обещание, дал он, и он не нарушает своих обещаний. Это просто его щедрость, просто его великодушие, просто его благость, просто его доброта. Не потому, что раб заслуживает этого, не потому, что раб обязал Аллаха сделать это своими благими поступками. Нет. Поэтому нужно различать вот этот вот тонкий момент. Здесь люди, вот вы понимаете, этого момента на три группы разделились. Две заблудшие, одна, понимающая этот момент правильно. Первая группа, которые говорят, что раб уничтожнее презрения того, чтобы у него было какое-то право над Аллах Субхану Ва Тааля. Говорят, что вообще ничего Аллах Субхану Ва Тааля не должен. И то даже те хадисы, те аяты, где Аллах говорит, что Он обещает, и что право верующих над Ним такое-то, они отрицают это. Это первая группа. Вторая группа наоборот. Говорят, Аллах, Он возложил на Себя эти обязанности. А раб своими деяниями, Он, который на Аллах возложил эти обязанности. То есть, Аллах Субхану Ва Тааля, Он обязан Ему, потому что Он совершил эти деяния. То есть, эти деяния стали причиной того, что Аллах возложил на Себя эти деяния. И Аллах обязан Ему. Они заслужили это. И они имеют право над Аллах Субхану Ва Тааля, Он обязан. Это вторая группа. И обе группы, первая, вторая, никакие. Заблудшие в этом вопросе, а наоборот, люди истины, люди правильного пути. Они говорят, своими действиями и благими поступками человек не заслуживает и не обязует Аллах Субхану Ва Тааля к тому, чтобы Аллах его спас и дал ему счастье. Аллах тебе не обязан. И никого, как сказал Проколей Салату Салам, деяния его не введет в рай. И никого его деяния не спасет от ада. Что это значит? Это значит, что если Аллах справедливо оценит твои деяния, справедливо, то тогда ты погиб. Аллах по щедрости своей, Аллах по милосердию Своему и снисходительности, по доброте Своей, Он сделает и твои деяния причиной того, что Он ведет тебя в рай. Что Он ведет тебя в рай? Причиной. То есть, свою доброту, свою благость, Аллах Субхану Ва Тааля подкрепил еще тем, что Он сам на Себя возложил обязанность, сам обязался выполнить свое обещание, согласно своему обещанию, ввести верующего раба в рай. Потому что обещание великодушного, оно обязательно выполняется. Тот, кто великодушный, тот обязательно выполняет свое обещание. Как говорит на Уль-Кием, Аллах Субхан говорит в Коране, «Может быть, и будете помилованы». Да? «Ля Алла» Он сказал, как сказал Ибн Аббас, «Аса мин Аллахи вади». Когда Аллах говорит «может быть», у Аллаха это значит, что это обязательно. Хорошо? Презренный, когда обещает, он нарушает. Хоть несмотря на то, что дает обещание, заключает договор и клянется. Великодушный, когда дает обещание, обязательно его выполняет. Поэтому, подытоживая этот пункт, что мы скажем, что то, что человек не видит, не считает, что Аллах ему обязан, не видит у себя права над Аллахом, это никак не противоречит тому, что Аллах Субхану Талли взял на себя обязанность выполнить обещание в отношении верующих. Что Аллах Субхану Талли вменил, хорошо, это обязанность себе и дал это право верующим. Как в хадисе про Муаза б'ну Джеббаля, где правок Али-Иссалату Салам сказал, «Я Муаза татрима хаккулау ла-лейбат». О, Муаз, знаешь ли ты, какова обязанность рабов по отношению к Аллаху? Муаз сказал Аллаху, «Аллах, его посланник знает лучше». Пророк Али-Иссалату Салам сказал, «Я Муаза татрима хаккулау ла-лейбат». Его право над ними, их обязанность перед ним, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему ничего сотоварищей. «Я Муаза татрима хаккулау ла-лейбат аля Аллаху». О, Муаз, знаешь ли ты, каково права рабов над Аллахом? Каково право рабов над Аллахом? «Коль-то Аллаху Расулу Аля, Муаз говорит, «Я сказал Аллах, его посланник знает лучше». Пророк Али-Иссалату Салам сказал, «Хаккулау ма-лейбат аля Аллаху азиба муаза». Право их над ним, то, которое он сам себе вменил, обязанность, которую он сам себе вменил, это что он не будет наказывать их огнем. То есть те, которые поклонялись только ему и не предавали ему ничего сотоварищей. Просим Аллаха, чтобы он нас сделал из таковых. Итак, Аллах, великий Господь, он никому не обязан. И в то же время Всевышний не забывает ничего доброго поступка, не теряются у него чьи-либо добрые дела и устремления. Таков Аллах Субхану Ва Тааля. Он никому не обязан. Но в то же время, если кто-то сделает добро, оно не потеряется у Аллаха Субхану Ва Тааля. Идя на Коми. Идя на Коми. Идя на Коми. Субхану Ва Тааля.